сезон тыквы начался вы все лето просите меня какие-то сезонные вещи показывать как только наступает сезон тыквы я делаю рецепт из тыквы и чё и почему-то вы там начинаете ковырять носу типа не смотрите туда-сюда этот надо смотреть делается очень просто я уже вот прям знаете я уже для тех кто в школе не учился просто вот 20 минут значит тыква яркая красивая опа разрезать ее всегда нужно иметь сильную волю потому что просто так ее фиг очистишь когда все когда у вас есть половинка вам уже безопаснее и легче и чистить все тыкву нужно очистить полностью от зеленой кожуры как только шкура вся исчезла значит нужно все это выкинуть потом взять ложку и ложкой выскрести все семена как в дыне все то же самое сердцевинку всю от ковыряли все готово дальше и так вот нарезаем всю тыкву ну вернее половину всего лишь всего лишь половину тыквы значит вот эти края которые у нас пустые их нужно разрезать вдоль вот это тоже здесь уже идет но и все остальное так вот дальше все очень просто бекон сырокопченый крутим-вертим крутим-вертим не хватает до конца ну и ладно вот так раз можно продолжить если это длинная штука едва хотите в нахлёст так хотите нахлёст эдак смысл в чем в том что тыква сладкий но довольно постный продукт если мы добавим сюда вкусного бекона то добавим вкус копчения соль в наше блюдо то же самое делаю со всеми остальными частями пока не закончится бекон когда все обернуто но вернее у меня не все одной пачки бекона мне чуть-чуть не хватило на половинку тыквы но неважно это вы прекрасно без меня знаете куда это все при притулить оформить и так далее сюда нужно добавить розмарин обязательно без розмарина не то кстати да очень оказалось сложно найти ее в нашем районе в итоге съездил на рынок там нашел если нет свежего розмарина значит используйте сушеный дальше чеснок чеснок никогда не помешает тыкве тем более что но без чеснока как без ними как без чеснока никуда вообще ничего не готовьте без чеснока ерунда все невкусно и так далее давим бросаем давим бросаем чистый италии европе он ставил такой все крупно порублено основные базовые вкусы ничего особо мудрить не надо нам нужно чтобы во время запекания чеснок вот весь свой аромат отдавал двух не хватает штук визуально вижу двух не хватает давайте вот так сразу двух сразу двух зайцев как вы уже поняли солить не надо но черный перец нужен так черный перчик обязательно бальзамический уксус обязательно кислоты немножко надо сюда дать кислоты то нет никакой вот все чуть-чуть на бекон знаете такой прям бальзамический уксус очень популярная тема итальянцы говорят что вы русские бальзамического уксуса едите больше чем мы итальянцы также как и соевого соуса больше чем китайцы и японцы вместе взяты маслица оливковая несмотря на то что это бекон и кто-то из вас скажет что он жирный не жирный у нифига одном и одно он мясо а потом нужно чуть-чуть увлажнять жирненьким смазывать бекончик вот примерно таким образом у нас обстоит блюдо которое готово отправиться в духовку посмотрите какая красота сырое уже есть хочется вернее съесть хочется очень-очень все просто просто все температура повыше форму ставим поглубже 15 минут там не больше даже если пройдет 15 минут чего-то будет не хватать просто переключите на верхний тэн еще две минуты подержите чтобы подрумянилось но вообще вот эти куски тыквы за 15 минут будут готовы полностью пока тыква стоит лежит или не знаю пока находится в духовке и обжаривается я должен быстренько приготовить соус соус готовится как правило всегда из того что есть в холодильнике я я понимаю что не у всех есть в холодильнике там например маринованный имбирь но очень часто когда вы покупаете какие-то ингредиенты они же не продаются там по одному грамму они продаются баночками и бутылочками и вы очень часто размышляете что делать мне с той банкой или бутылкой которая купила и все использовала в том ям и потом и вот здесь тоже самое вот у меня валялась эта банка с имбирем вот с этим вот маринованным для суши я не знаю но месяца два наверное а чего будет там сам себе дезинфектор полный значит в стакан от блендера рукула такого рода вообще любые соусы хороши знаете для чего для травы которая помирает ну вот рукула стала такая не очень как бы стоячая такая немножко такая вялая и так далее вот как раз это все для нее после рукула у нас идет сюда кориандр или кинза по-русски значит вот сюда идет кинза потом сюда идет имбирь имбирь значит должен быть по вашему вкусу в меру острый кинза еще у нас такая остренькая до горчичного вкуса выжимали выжали выжимали все сюда вариант такой можно добавить сюда мазик будет вам счастье вариант номер два добавить туда ложку сметаны ложка не за ней еще одна 25 процентов довольно густая сметана я жидкую честно признаться редко очень покупаю если нужно там для борщика да это все знаете для борщика вкуснее когда такая пожирнее теперь сюда нужно добавить немного масла обычного растительного для эмульсии для так сказать всего этого нашего прекрасного состояния души нужно все это придавить ногой ну в смысле не ногой вот этой вот а ногой вот этой вот блендером у меня спонсор star wind вы знаете почти в каждом ролике он есть кайфую уважаю ценю люблю за то что можно делать всякие соусы вафельки там мясорубочка все для бургера для того для сего в моем случае мне нужна нога и поэтому выражение придави ногой это имеется ввиду можно превратить все это нужно превратить все это в пюре получается обычный зеленый соус который может приготовить каждый из вас вообще без всякого труда руку замените на укроп или на какой-нибудь шпинат кинзу замените на красный базилик или на петрушку какая трава есть всю сложили туда добавили чего-то вкусного в моем случае это имбирь если хотите добавьте туда хрена пару ложек до сметаны чуть-чуть мальзика горчицу кто любит и все это вместе пробиваете получается у вас в холодильнике на самом деле стоит столько ингредиентов из которых можно приготовить как минимум пять соусов разных 5 не бойтесь экспериментировать будильник так пора доставать так нужно чем бросить чтобы ничего не сжечь тут мало этого давай врубим в верхнюю и попробуем с вилкой что у нас там но тыковки чуть-чуть надо бы ох какой зеленый чесночок стал китаем по запахло китаем я врубил верхний нагрев сейчас она простояла 15 минут мне этого мало вроде бы у меня полный жар отчет не хватает ставлю верхний нагревательный элемент который вот здесь располагается над духовкой все сейчас еще пять минуток пусть постоит верхний жар обычно очень круто дает такой эффект который превращает так сказать все элементы поджаривает сверху до кукурузная лепешка любая лаваш чего хотите можете добавить сюда у меня было топленое маслице ну потому что сливочного нету не знаю кончилось вот так намазываем лепешечку для того чтобы она была жирненькая влажная и не высыхала так быстро краешки все равно будут такие подсушенные но для того чтобы она стала еще вкуснее во первых нужно добавить соли соли че-то paper salt вот так и горелочка 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 mezze ну как маслица на лепешечке того от зажигается поддать decid inside� interяни DOMSIE поджигается лепешка прогревается Все, достаточно одной таблетки Класс В чем отличие сушки в духовке от такой быстрой жарки? Суть в том, что в духовке всегда все сохнет А здесь вы шоковую температуру дали, ничего не сохнет Обжарилось Так, тут у нас все готово Вот так это выглядит Сумасшедший Сумасшедший тыква Вкусно Аромат просто шикарнейший Вот смотрите Те розмарине, на которые у нас Сверху вот высохли Вы прям чувствуете, что они ломаются, да? Они стали съедобные Ну, немножко горчат Но есть люди, которые их конкретно любят Я их оставлю на украшение Их бы, конечно, в масле хорошенечко обжарить Чтобы они прям такие были Так, чесночок позеленел Это означает, что, братцы, он китайский Наш нормальный чеснок русский, особенно в летний период, не зеленеет При термообработке Китайозовский сразу Теперь берем, достаем тыкву Кладем на лепешку Тыква-лепешка, лепешка-тыква Вот смотрите, что получается у нас Получается у нас Мировой закусон Который Во-первых, очень ароматный Вкусный Красивый И я его, конечно, делал как самостоятельное блюдо Не как гарнир, не как суп, десерт и так далее Просто берете это все, выкладываете и едите На стол очень хорошо на праздничный Не на праздничный У нас скоро праздничек грядет Новый год, скоро уже Это так кажется, что долго ждать На самом деле пролетит сейчас Месяц, другой раз и все Так вот, не забывайте Что как самостоятельное блюдо Можете прям даже вот его ставить Вот в этой плохе на стол Только, чтобы не сжечь Прекрасное, значит, создание Сюда чутка надо Сока Масла Вот этого аромата чеснока Здесь и уксус, и все на свете Вот так вот чуть-чуть взбрызнуть Лепешка все равно Знаете ли, высохнет Чтобы не дать ей засохнуть Давайте ее польем чем-нибудь вкусным, ароматным О! Огонь! Засушенный розмарин сюда вставляем И все, и подаем Кому надо, съедят розмарин Кому не надо, не съедят Сырой розмарин Никто есть не будет Там столько эфирных масел Он просто горький А вот такой розмарин С удовольствием все попробуют Даже если чуть-чуть горечи осталось Там ничего страшного Все вместе с беконом С тем всем Получается огненная вообще Штука Я затрудняюсь С какой же начать-то С какой же такой начать Чтобы вкусно прям было очень Так Вот сверху лежит палочка С нее и начнем Какая нафиг картошка фри, друзья? Вот это для меня Открытие 2019 года Тыква Очень вкусный соус И розмарин там в тему Да тут все в тему Это прям потрясающее блюдо Я вам хочу сказать Вот это То есть по сути Если представить Что здесь половинка тыквы И одна пачка бекона Ну да Бекон стоит Почти в 10 раз дороже Чем тыква Но Одной тыквы Можно вот Прям целую семью нагормить Там еще половина же у меня осталась Ну только понадобится Еще одна пачка бекона И несколько лепешек Соуса здесь хватит на всех Я вас уверяю Лепешки все там можно подтереть Это реально целый ужин Который можно вот сделать Запечь Поставить на стол И включить фильмец И прям раздербанить его Я вам Я вас прям Убедительно прошу Это приготовить Если вы не попробуете Вы никогда не узнаете Насколько это вкусное блюдо Вот Я с вами прощаюсь Помните Что Я Стараюсь По чуть-чуть Развивать Ваше гастрономическое Мировоззрение И я думаю Что лет через 10 Я уже стану Стареньким дедушкой А вы станете суперкрутыми Гастрономами Вы будете понимать Что такое хамон Какие вариации Отличаются С какой Главное к этому стремиться Друзья Вот Всего доброго До новых встреч Следите за роликами Я в общем здесь недалеко Субтитры сделал DimaTorzok